Наш телеканал уже не раз рассказывал о том, какой вред городской флоре наносит борщевик. Между тем, Тверь, как и другие населенные пункты по всей стране, стремительно захватывает другое сорное дерево. Оно хорошо известно как американский клён. Однако мало кто знает, какую опасность это дерево представляет не только для других растений, но и для людей. Когда-то эти туи представляли собой настоящее украшение бульвара Гусева. Однако теперь их практически не видно. Все, кто прогуливаются по тротуару, наблюдают только одно растение – американский клён. Его еще называют ясенелистным, так как листьями он очень похож на ясень, который, кстати, пока еще красуется по соседству. Правда, в отличие от него, про американский клён биологи ничего хорошего сказать не могут. Он очень быстро, агрессивно размножается. Через 5-6 лет он начинает плодоносить. Это растение, в отличие от других клёнов, ветропыляемое. Все клёны насекомые опыляемые, а это ветропыляемые. Он производит громадное количество пыльцы. В результате только в Москве он составляет 37% городских деревьев, а во дворах и все 80%. В Твери дело обстоит приблизительно так же. Проблема, которую создает американский клён, не только в том, что он быстро размножается. Его листья, опавшие на землю, содержат вещества калины, которые тормозят рост другой растительности. Одной из особенностей так называемого американского клёна является то, что он уничтожает вокруг себя всю остальную растительность. Вот посмотрите, здесь уже ничего не растет. И жители Южного всерьез опасаются, что когда-то он уничтожит и эти замечательные туи. Однако опасность американский клён представляет не только для других растений, но и для людей. Всё дело в уже упомянутой пыльце, которую он выделяет огромное количество. То есть аллергики в первую очередь страдают именно от него, а не от тех же тополей. При этом есть ещё одна проблема. Он делает более токсичными уличные выхлопы. И в нашем воздухе появляются более токсичные вещества, нежели которые выходят от работы двигателя. Между тем, профильные организации, в отличие от своих коллег из других городов, например, из Белгорода, почему-то совершенно не замечают этой опасности. А может, просто не хотят замечать. В конце концов, высадка ценных пород стоит денег, да и возиться с ними надо. А тут вопрос озеленения решается сам собой. Проблема только в том, что через какое-то время вокруг может практически не остаться никаких других деревьев, кроме американского клёна. И про тот же ясень будут вспоминать со словами. Смотрите, он выглядел приблизительно так же. И листья были почти такие же.